С прицелом на Олимпийский Лондон. В среду губернатор Александр Михайлов встретился с кандидатами в сборную страны для участия в Олимпиаде в 2012 году. О том, как куряне готовятся к главному турниру четырехлетия, о шансах на попадание в сборную и на медали, рассказывает Наталья Рязанцева. Спортсмены говорят, попал на Олимпиаду, не зря тренировался, выиграл, не зря прожил жизнь. Сегодня в сборных России по различным видам спорта 37 курян. 16 из них претендуют на участие в Олимпийских играх. Я понимаю, что всё реально, всё возможно, что я могу поехать на Олимпиаду, и я буду для этого делать всё. И я очень рада, что я появилась именно в предолимпийский год. Шесть представителей лёгкой атлетики, в том числе и бронзовый призёр Игр в Пекине Екатерина Волкова, два тяжелоатлета, четыре рэперистки, включая Евгению Ламанову и Инну Дереглазову, и три баскетболистки Курского Динамо. Это наши надежды на Олимпийский Лондон. И впервые в этом году у нас есть кандидат в паралимпийскую сборную. Это Игорь Ушаков. Мы уже три года с Игорем очень плотно работаем. Мне очень нравится его напор. Он даже ухитрился на тренировку сломать ногу. Понимаете, что сейчас он восстанавливается. И госпожа Белкина, вице-президент федерации паралимпийской, говорит о том, что у него очень хорошие шансы для того, чтобы попасть в Лондон. И мы только молимся за то, что у него всё получилось. Я готовлюсь, все силы вкладываю в это, поэтому надеюсь подготовиться и пройти весь отбор. Каждый из спортсмен и тренер заверили, что готовы отдать все силы сначала для получения олимпийской лицензии, а затем и для победы. На встрече обсуждался также вопрос строительства нового манежа. Для курской лёгкой атлетики это необходимо. Спортсменов интересовали и работой диспансеров, и улучшением оплаты труда. Мы хотим, чтобы, понимая все сложности, мы приложили максимум усилий для того, чтобы сбылась мечта. Я думаю, что каждый спортсмен, который является профессионалом, мечтает вообще-то. Во-первых, побывать на олимпийских играх в качестве члена сборной команды, а во-вторых, вернуться оттуда с наградой. В завершение встречи Александр Михайлов вручил памятную медаль Патриота России первому олимпийскому чемпиону Валерию Чеплыгину. Геннадий Погорелов получил удостоверение о заслуженном тренере страны. Все участники встречи – спортсмены, их наставники – памятные призы. Следующую подобную встречу назначили на июнь, за месяц до начала игр в Лондоне. Наталья Рязанцева, Геннадий Воробьёв, Телеканал СЕИМ. Рязанцева, Геннадий Воробьёв, Телеканал СЕИМ. Рязанцева, Геннадий Воробьёв, Телеканал СЕИМ.